Строительство нового детского сада вопрос невероятно дорогостоящий. Дешевле разместить дошкольные учреждения в существующем строении. Так получилось в районе Кохомского шоссе. Площади 44 гимназии позволяют несколько помещений преобразовать в группы детского садика. Подрядчик завершает ремонт. 15 декабря помещения будут готовы принимать малышей. Обшиты стены гипсокартоном, выставлены перегородки гипсокартоном, установлены пластиковые окна с аргоном. Установлены двери пластиковые. Стеклопакеты привезут. Завтра устанавливается у нас это все дело. То есть у нас фактически по технически осталось только выполнить финишную отделку. Рассчитано дошкольное учреждение на 60 ребят. Группы позволят снизить напряженность с садами в микрорайоне. Молодых семей здесь очень много, а вот детей отдать практически некуда. Существующий 22 сад и так один из самых больших в городе. Рассчитан на 300 ребят. Полное решение проблемы этого района города – это, конечно, строительство нового детского сада в микрорайоне Рождественский. Есть у нас там определенные проблемы со сбором подписей со стороны дольщиков, которые являются, по сути, без них нельзя принять решение конкурсному управляющему, который должен передать нам земельный участок для строительства детского сада. Но я надеюсь, что все-таки подписи собрать удастся. Все будет по высшему разряду. Музыкальный и спортивный зал, просторные светлые группы, буфет. Кухня, правда, здесь не предусмотрена проектом. Пищу малышам будут возить из соседнего здания 22 сада. Вопрос этот заинтересовал Владимира Шарыпова. Удобно ли? Заведующая уверила – проблем нет, схема обкатана. Существует более важный вопрос – кадровый. Предстоит набрать шесть воспитателей, три младших воспитателя – дворника. С педагогическим составом – проблемы. На данный момент я не могу похвастаться, что у меня готовы воспитатели выйти, уже работать. Наверное, это связано с тем, что мы все-таки отдаленный район от центра города, такой район спальни. И в основном, поскольку смена воспитателей начинается с 7 утра, добраться откуда-то из центра сложно. Поэтому воспитатели в основном из нашего микрорайона. Владимир Шарыпов отметил, что работы специалисты будут принимать очень тщательно и ошибок не допустят. Напомним, очереди в детские сады в муниципалитете почти удалось победить. Охват ребят с школьным образованием – 82%. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.